Погода Отвали, отвали, отвали Россия, тебе бред большой Пойдем, что ты пилишь Тепло сегодня тебе? А, сейчас жара По загорательству У вас же 3 градуса в Москве А что у вас там, холодно же? А потом меня спрашивают Женек, а что сюда? Что ты тут трешься? А тут, бля, 17 градусов тепла Что тут не тереться Ой Ну что, здорово, хлопцы Ох ты, ёш-матрёш Ёх-мак, ой-яу-яу-я Добрый вечер, адиск вечер Умер Жириновский Каждый день умирает Успокойтесь, хватит писать эту ерунду Тут дубак Я знаю, что в Москве дубак Я только что с дочкой разговаривал И у Саши спросил, что там за температура А, Жириновский умер все-таки Ну Крайзи-мастер, привет, здорово Жалко, хороший мужик был У меня дома солнечная Я за горшком Я понял тебе У нас ветрища Зеленокумск, четвертая рота Ни о чем не говорит Как ничего ни о чем говорит? Говорит? Как не говорит? Я служил там в Зеленокумске В четвертой роте Ты тоже служил там? Ты сослуживец мой? Или я твой сослуживец? Володин сказал Ну если Володин сказал, значит все Жалко Она по привет Ребят, ну что хочется сказать Вот я сейчас смотрю новости последние Но я не телевизор смотрю Там есть источники Как мне кажется правдивые Но если они чешут Ну это Что-то Что-то все как-то грустно Вместе служили, правда? Ну это очень круто Ничего себе Это круто Умаров Умаров Это хрен вспомнил Вот фотку если бы я сразу вспомнил 140 человек рота была Круто Круто Ничего себе Очень рад Рад Читать тебя Помню как запевал песни Да Да У солдата Вы А У солдата Выходной Пуговицы в ряд Сейчас батарейка сядет у меня Мне надо зарядить телефон Я опять не поставил на зарядку Всю ночь он у меня Показывал фильмы Ну вот Сейчас пойду Вы расскажите лучше Как у вас дела Привет Жень Жириновский Жалко умер Да Командир рота Ломаев Кажется Блин я честно говоря Ты знаешь Я не помню короче Командира Как фамилия была Я помню У нас был сержант Его как-то Железнов Или как его звали Такой здоровый Блин Ну вот Да Кацапчики Вы просто дно После Бучи Просто хочется Чтоб вас не было Ни одного Он пишет Что заводил всю роту Значит Кацапчик Слушай меня внимательно По поводу Бучи Два слова скажу И потом я заканчиваю Мэр города Бучи 31 марта Сообщил о том Что российские войска Полностью покинули Бучу Полностью покинули Город А 4 числа Вы стали выкладывать Лежащие трупы Которые шевелят рукой Вот И рассказывать Что вот посмотрите Посмотрите Что происходит Вы Вот своей Своей информацией Дезинформацией Вы там Вот вы как живете там В своем казане Вот вы там Так и живете Хорошо Правду то все знают И весь мир знает Вы всяческим образом Пытаетесь подставить нас Вы тогда вопрос Задавайте своему мэру Который сказал Что 31 числа Ни одного российского солдата Не было на территории Бучи А че ж вы блять Четыре дня молчали А четвертого вдруг Сегодня мы Четвертого числа Выбили отсюда войска Да сами войска вышли Российские И за задолго До всех ваших Вот этих видео Блять И фотографий С якобы Мертвыми телами Лежащими Вдоль дороги Оставьте это там Вот Вот А санкции против вас Ну санкции против нас Потому что Европа Лежит зад Америке А Америка считает Нас самым главным Блять Врагом Поэтому Все Все же Все же Закономерно Мои золотые Жириновского Правда Жалко Жириновского Какой же ты циничный Сколько стоит Твоя совесть За пропаганду Настенька Настюш Моя девочка Ты ж так давно Сидишь в моих эфирах Куда ты то лезешь А Я думал А ты мыслящий Слушайте Причем здесь мыслящий Не мыслящий Я верю тому Что вот показывают И я верю Там источникам Которых я смотрю В которых я нахожусь Ну вот Причем здесь мыслящий Не мыслящий Мы все мыслящие Вопрос то Только в здравии Этих мыслей Есть здравомыслящие А есть Обратная сторона Но вы как угодно Можете обо мне думать А кому А вы кому Лежите Лежите зад Лежите Мы кому Лежим Блять Преподавателю русского языка Мы в основном Лежим Жень У тебя инстаграм С VPN работает А у тебя инстаграм С чем работает Скажи пожалуйста Ответь на вопрос У тебя Инстаграм Благодаря чему Да не Они про Донбасс Ничего не слышали Слушай Даже не вступай С ними в полемику А вот Даже не вступай С ними в полемику Они 8 лет Донецкую Луганскую область Насиловали Грабили Убивали Понимаешь И все Блять Молчали Даже не вступай С ними в полемику Блять Это Пиздец Это Блять Продажные Блять Там все Один на одном Сидит Я тебя умоляю Пожалуйста Я тебя умоляю Даже не вступай Посмотри Я же не вступаю Привет Привет Огромный Челябинск Привет Даже не начинай Это бесполезно Это бесполезно Все Девочки мои Давайте мы сегодня Выйдем на какой-то Определенный рекорд Добьем до сотни Сообщений Связанных с Жириновским Я уже сказал Уже 10 тысяч человек Написали Про то Что Жириновский умер Все понятно Это грустно очень Ушла эпоха Жилковский привет Ушла эпоха Я его очень любил Потрясающий мужик Как бы над ним Кто ничего не смеялся И что бы Про него не говорили Это Это ванга Нашего времени Все что он говорил Все сбывалось И все сбывается Приезжаю в город Орехов Украина И все увидите Ребят Вы меня зачем Туда тащите Скажите мне пожалуйста Сколько терпения У тебя даже у меня На это У меня родственники Живут в Германии Настоящие немцы На стороне Украины Начинаешь Когда им рассказывать Про Донбасс Что было 8 лет Они говорят Мы не знали Калганов женился Давайте об этом поговорим У меня просто один вопрос Вот вы приходите сюда Вот эти боты Вы зачем мне пишете Вот эти пропагандистские сообщения Вы Вот с какой стати Вы меня-то обвиняете Во всем происходящем Скажите мне пожалуйста Походу железный занавес Закрывается Походу Блядь Медным тазом Все накрывается А не железный занавес Накрывается Про Жириновского Кто-нибудь напишет Буду блокировать Как у тебя дела же Да нормально Вероник Дела Нормально Дела нормально Таким Чтобы вам глаза открыть Что у нас происходит У кого у вас Рустам из Мексики Сбежал в Америку Говорит Женился на еврейке Просит донаты Жень Ты говорил Что читал Какие-то источники И все грустно Что грустно Грустно то Что происходит На территории Украины Мирных жителей Очень жалко Вот это грустно Рустам в Лос-Анджелесе Теперь будет жить Ну и Ребят Порадуйтесь за человека Я не могу Ну порадуйтесь за него Но это же потрясающе Рустама выгнали Из еврейской столовой Потому что Он Потому что Он Блядь Не обрезанный Наверное Не знаю Ты с Сашей Общаешься Саша родила мне Ребенка Поэтому я с ней Общаюсь Рустам женился Хорошо Женился и женился Сколько раз Мы еще это Напишем А? Нет я не смотрю Собчак Я сегодня Я смотрел видео Максима Галкина Жириновский Умер Заблокировано Еще напишите Про Жириновского Сегодня смотрел Максима Галкина Как он едет По Израилю На велосипеде Солнце светит Все хорошо Денег много В этой стране Заработал В нашей И вещает Оттуда Что там Давай Максик Давай Езжай Езжай У меня подруга В Харькове Родственники Очень переживаю Привет из Костромы Привет Кострома Правильно Все говоришь Я не русская И не украинка Но не могу понять Зачем заходить Вам в эфир И писать ерунду И выяснять Что Женя Не ведет Блог Про политику Ну Женя Расскажи Твои Предположения О Украине Мои предположения Что Гибнет Огромное количество Людей И с той И с нашей Стороны Большое количество Фур Просто Я по другому Сказать не могу Едет сюда На территорию России С мертвыми Солдатами Большое количество Мертвых Солдат Со стороны Украины Жалко Очень тех Солдат Которые Вот Именно ВСУ Вооруженные силы Украины Молодые Пацаны Те Кто Азов Вот эти Нацисты Их не жалко Огромное количество Мирных граждан Гибнет Что я могу Сказать О том Что происходит На Украине Спросите меня Переживаю ли я Очень сильно Переживаю Страшно ли мне Страшно Страшно Ну Мне сказать Больше нечего Мои прогнозы Когда все Закончится Ну я думаю Что Так как сейчас Тепло И лето Впереди То еще Повоюют Надеюсь Что в ближайшее Время Все это Закончится Честно говоря Не хочется Ждать Лето Вот Знаете Когда все Закончится Закончится Тогда Когда Россия И Америка Пожмут руки Вот тогда Все закончится Не Россия И украинское Правительство Пожмут руки Блять Никому это Не интересно Украинское Правительство Это марионетки Вот В руках Запада И Европы Все закончится Когда Начнутся Переговоры С Америкой Тогда Все закончится У нас Курские Они в больнице Кастрировать Пленных Нормально Это Кастрировать Пленных Нет Это Ненормально А тебе Что-то Есть А В тебе Что-то Есть Светло И доброе Валентина Ты Зачем Такие Вопросы Мне задаешь Скажи Просто Я сижу Говорю о том Что Жалко Грустно А ты Мне пишешь В тебе Есть Что-то Светлое 33 дня Ждала Сестру Из Мариуполя Слава Богу Вернулась Два года Из-за Короны Не было Парада Надеть Я пишу Что есть Валентина Что ты Ты пишешь Скажи Мне Пожалуйста Я с тобой Нормально Разговариваю Ты уже В предыдущих Сообщениях Что только Про меня Не написала Я задаю Тебе вопрос Ты Меня спрашиваешь В тебе Есть Что-то Светлое Я Тебе Спрашиваю Что ты Подразумеваешь Под этим Вопросом Ты мне Можешь Ответить Женя Воплощение Света Значит Плохо знает Раз такие Вопросы Мне кажется Этот факт Был Не вопрос Она Типа Утвердила Утверждает Что я Говно И С темной Стороны Что ты Хороший А Ты Валентина Пишешь Про то Что во мне Что-то Есть Светлое И Хорошее Ты Жень Как дела С Гринвэем Нормально Дела Как дела Солнце Светит На улице Плюс 17 градусов Путин Церемонится Много Что думаешь По этому Поводу У вас Нет свободы Слова У нас Это у Катюш Но после Твоего Сообщения О том Что Ебаров Правильно Говорит Я вообще Твои Слова Воспринимать Не готов Я хорошо Отношусь К Илье Ты давай Там К нему На страничку И Надрачивай Жень Спасибо За что Спасибо У нас Сегодня Погода Супер В Жуковском Солнышко Светит Да Да Ты светлый А Все Спасибо Спасибо Когда в Москву Забирать дочку К себе На юг В ближайшее время В этом месяце Поеду Что за месяц Апрель Поеду В этом месяце Доча сегодня Утром звонила Я звонил Ну мы каждый день Разговариваем Каждый день Разговариваем Наконец С Валей Разобрались С какой Валей Что за Валентиной Да мы С ней Разбирались А ты Сейчас В каком Городе В Российском Мне Мне очень Мне очень нравится Мне очень нравится Как наши Вот эти блогеры Артисты Ну и все Вот это Подобное Покинула Россию Уехала За границу И оттуда В своих эфирах Вещает О несправедливости О неправильности Нашего президента То Другое Третье Десятое Круто Наверное Вещать Сидя Находясь В Дубае О том Как здесь Плохо Знаете Это одно и то же Когда ты живешь Женщиной И изменяешь Очень легко Изменять женщине Ну правда Это очень легко Ну то есть Ты живешь Женщиной Изменяешь Ну это Элементарно Попробуйте Не изменять Своей женщине Попробуйте Прожить всю Свою жизнь Не изменяя Своей женщине Вот это Правда Сложно Очень сложно То же самое И женщина А сидеть там Где-то Заработав Здесь В этой стране И рассказывая Потом В загранице Тратя деньги Заработанные Здесь Что здесь Говно Здесь все Плохо А потом Как котята Денежки Будут кончаться Ну предполагаю Что в ближайшее Время закончится Потом как котята С опущенными головами И взъерошенным Хлебальником Возвращаться Сюда В Россию Тихо Тихонько Блядь Где-то на корпоративчиках Блядь За копейки Выступать Чтобы хоть как-то Блядь Прокормить себя И свою семью Они сидят И думают Что У российского Правительства У российского Народа Очень Блядь Долгосрочная Память Вот прям На короткую Дистанцию Память у нас Очень хорошая И каждого По фамилии Мы помним И никогда Не забудем Вот лично Я для себя Сделал все выводы По поводу Всех людей Которые Покинули Нашу страну Знаете Когда Когда хорошо Мы блядь Все вместе А вот Как только Чуть-чуть Что-то Где-то Как-то Сразу Чухнули Все Якобы В отпуск Все поехали Не затянулся Ли ваш отпуск Господа Артисты А Чудо Блогеры Не затянулся В отпуск Нет Я раньше Смотрел Вы в отпуск Ездили Ну неделю Максимум У вас был Очень Блядь Плотный Гастрольный График У блогеров Съемки Интеграции Коллаборации Максимум Неделю Могли ездить Сейчас Смотрю Три месяца Вы в отпуске Видимо Очень устали Да Но ничего Вы не торопитесь Сюда Не торопитесь То же самое Могу сказать И про украинских Блогеров И артистов Как только что Случилось Сразу все По тапкам Дали И сидят В Европе Там сидят Там И вещают Оттуда Все сразу На лечение Поехали Да 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 Все поехали Сразу На лечение Галкин Сегодня На велосипеде Понимаете Такой уверенный В себе Волосы назад Едет Размышляет Чего Ты пока В России Был Чего ж ты На велосипеде А вокруг Кремля Не ездил И не размышлял Блядь Тоже Артисты Правильно Говорил Господин Жириновский Все артисты Это проститутки Проститутки Помните Он говорил Об этом Пусть земля Ему будет Пухом Великий Был человек А я всегда Думал Ну зачем Вы так Владимир Вольфович Оскорбляете Ну это же Артисты Они Что А говорил Правду Что все Артисты Проститутки Они Любой Власти Будут Жопу Лизать Они В нужный Момент Когда они Будут Нужны Они Обязательно Чухнут Продадут Предадут Блядь Все Все Закончится Вот Но есть Не все Я бы конечно Поспорил С Владимиром Вольфовичем Не все Артисты Есть Порядочные Есть Порядочные Слава богу Большая Часть Конечно Есть Есть Адекватные Есть Порядочные Есть Здравомыслящие Есть Патриоты Есть люди Которые Что говорят То и делают Ну то есть Их действия Со словами Они Не расходятся А в основном Конечно Шлюха На шлюхе Понимаете И вам Блядь Штаны Надо снять И юбки Надеть Трусливые Вы Блядь Шмаровозины Вот я Вот Мы здесь Находимся Ну вот Краснодарский Край Вот рукой Подать Ростовская Область Да что рукой Подать Вот Пересекать Границу Украины С Украиной Даже на территорию Кстати знаете Да что На территорию России На территорию Краснодарского Края Ростовской Области Вот шахты Залетают Снаряды Ну попадают Знаете В это Нет Знаете Был давно В Краснодаре Давно Очень давно Как его Не воспитывали А теперь Как все Изменилось Вангой Называют Как его Не восприним Я всегда Воспринимал Жириновского Я один Из немногих Кто говорил Что Что это Потрясающий Человек Который Никогда Никого Не боялся Который Всегда Говорил Все В лоб У нас Да У нас К сожалению Мы живем В такой Стране Если вы Не обращали Внимания Я немножко Сейчас вам Накину И вы Сразу К этому Придете Мы живем В такой Стране Да Наше Большинство Непонятных Певцов Безголосых Но с мышцами Как Стас Костюшкин Дорвались До денег И строят Замки Фу Как же Дед Так С этим Костюшкин Кто такой Костюшкин Блин Мы живем В такое Время Знаете Что Чтобы 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 О нас Сказали Что-то Хорошее Нам нужно Умереть Вы не Обращали На это Внимание Не Замечали Мы Можем Весь Путь Свой Жизненный Двигаться На нас Не будут Обращать Внимание Нас Будут Поносить Нас Будут Оскорблять Еще Только Стоит Человек Умереть Сразу Ах Какой Хороший Был Ах Вот Он Правильно Все Говорил Ах Вот Какой Никакой Но Боже Вот Он Действительно Дурдом Понимаете Что Бы О тебе Вспомнили И сказали Хорошо Тебе Надо Сдохнуть Сука Это Что За Жизнь Это Что За Время Это Что Такое Почему Нельзя При Жизни Сесть Успокоиться И Прислушаться К тому Что Говорит Человек А ведь Он Очень Умный Мужик Был Жириновский Очень Никогда Никого Не боялся Знаете Почему Жириновского Называли Клоуном Ну Те Кто Рядом С ним Находился И Вот Все Эти Политики Потому Что Жириновский Единственный Кто Говорил Правду А все Остальные Боялись И Продолжают Бояться Понимаете В чем Дело Вот И Над Ним Ржали Чтобы Выказать Своё Непонимание Тому Что Он Говорит Перед Тем О Ком Он Говорит Понимаете О чем Я Вот И Поэтому Над Ним А Приходя Домой Говорили Блядь Вольфович Красавчик Я Так же Считаю Что Что Ты Сказал Дорогой Не Не Я Говорю Вольфович Такой Эй Вообще Как Такого Можно Скать Киргизия Привет Большой Вот Мере Как Вам Шахназаров Шахназаров Находится Кстати В партии Дина Россия Я его Очень часто Вижу Там Мне Он Очень Нравится Как Режиссер Смотрите Нам Нужно Разделить Сразу По Мы Должны Вы Должны В своей Голове Выстроить Отношение К Человеку Абсолютно То есть Вы К нему Берем Шахназаров Он Хороший Режиссер Да Хороший Режиссер И Разделяйте Его Гребенку Нельзя Человека Под Одну Гребенку Вести Женя Как Ты Себя Повел Со Встречей С Японским Что Жень Как Ты Себя Повел Со Встречей С Японком Не Понял Я Заруна Я Не Понимаю Вопрос Ты Хочешь Жень Как Ты Себя Повел При Встрече С Японкой Потрясающе Повел Если Этот Вопрос Я Так Правильно Перевел То Потрясающе Повел Остальные Стерются Как Просто Все дети Чиновников Живот В Европе Все дети Чиновников Живот В Европе Ты же Галкиным Восхищался Когда он Был В России Мнение Поменялось Еще раз Перематывай То что Я сказал Минуту Назад Про Шах Назарова Галкина Как Телеведущего Как Юмориста Я им Восхищался И продолжаю Восхищаться Я считаю Что это Ведущий Номер Один В нашей Стране Программа Вот С детьми Которую Он вел Это вообще Программа Была Сделана Под него Для него Великолепнейший Артист Пародист Талантливый Но как Человек Который По моему Мнению Это Мое Личное Мнение Как Человек Который Уехал Из нашей Страны В то Время Когда он Должен был Находиться Здесь И поддерживать Внутри А не вещать Из-за бугра О том Как все плохо Конечно Я не разделяю Его Его позиции Его мнения Я же про это Говорил Только что Умейте Разделять Тебе японки Нравятся Говорит Японки Да Мне нравится Конечно Нравится А кому Они не нравятся Кому Не нравятся Японки Мне нравится А вы Японка Женя Я про Япончика А Если бы я встретил Япончика А где бы я его встретил Во-первых Я его уже не встречу Но я не знаю Я думаю Что А что мне ему сказать У нас интересы Нигде не пересекались бы Я живу Другой жизнью В другом мире Он жил Другой жизнью Что бы я ему сказал Ничего бы Наверное Не сказал Замер бы Приведи его Потому что Человек Очень властный Сильный Вот видите Вот вы пишите Безграмотно А мы тут Про японочку Уже говорим А оказывается Вы про япончика Галкин молодец Что войну не поддержал А вам крови хочется Причем Войну не поддержал Он народ свой не поддержал У нас В России Нет ни одного человека Которого поддерживает войну О чем вы говорите Что за тупость Вы пишете Глупость А кто у нас Войну Это Надо быть полным кретином Чтобы поддерживать войну О чем вы Галкин не поддержал войну Ее никто не поддерживает В нашей стране Галкин не поддержал народ Китаянкам хорошо отношусь Я вообще ко всем нациям хорошо А вы знаете Что нации нет Вот в моем понимании Наций вообще нет Наций нет Мы все люди Руки Ноги Мы отличаемся только Языком И цветом кожи Все А все остальное О чем вы говорите Возьмите границы Уберите один язык Выучите и все Все мы одинаковые Одинаковые Только цвет кожи будет разным Это его выбор Но это неправильный выбор Неправильный Это знаете Одно и то же Когда у тебя идет Недопонимание Соседями Ты топишь Ты топишь 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 А твой дед Встает и говорит Идите нахуй Я поддерживаю Соседа И сваливаю отсюда Жить к соседу Россия не начинала Войну с Украиной Глупости не говорит Дудкин Или Дудик Кто-то там Жень Какие иностранные языки Вы знаете Я знаю Язык любви знаю А мне кажется Мне сейчас твоя прическа нравится Да нет прически Просто как-то так проснулся Оно на бок и лежит Абсолютно верно Абсолютно верно Пармакли Пармакли Машуне Пармакли Абсолютно верно Ты написала Он знал на что пошел Всего У него кстати Сейчас большой тур По Израилю Вы знаете концертов Так что Кто на него продолжает Надрачивать Пожалуйста В Израиль Сходите на его концерт Ох он там сейчас Будет проходиться Он наверное уже такой монолог написал Про русский народ И что ему стыдно быть русским Ох наверное Такой монолог написал Марка сигарет твоих Ну а этот вопрос попадает В десятку золотых вопросов Я вижу у границы Мы знали что они собирались И на нас напасть Вся военная техника Была уже у границ Живешь у границы Если бы не было спецоперации То все равно Была бы война Тут хоть поддерживать Хоть нет Какой конфликт был У Саши с мамой Паш Спроси у Саши Или у мамы Зачем ты у меня это спрашиваешь Антропова Оля Ка Все правильно написала Люба 1366 Отстань со своими глупыми Почему глупыми? Ну не глупыми Ну просто Видимо Любу Эти вопросы интересуют Ну а ты берешь И глупая называешь Опять хлебальный капух Смотрите как Ну покраснел Что это такое? Я живу в Ростове У нас слава богу Ничего не слышно Да? Что это такое? Опа Что это такое? Опа К Пескову отношение какое? Да хорошее отношение Нормальный мужик Навка вот такая Отличное отношение К Пескову Пресс-секретарь Нашего президента Какое у меня может быть К нему отношение? Веселый Здравомыслящий Мне нравится он кстати Песков Дим Если ты меня смотришь Ты мне нравишься Да ладно кокетничать Не кокетничаю Смотрю просто себя увидел Видите хари какая Нормальный вопрос Какой нормальный вопрос? Какие сигареты я курю? Ну да Хороший вопрос Почему нет? Я тоже так думаю Блядь Это что такое? Ёптвою мое Вот так надо завернуть А это мимические морщины Да? Ну все блядь Поплыл хлебальник Жень привет Я за на по второй раз попадаю На твой эфир Привет огромный Жень скажи Твои любимые духи Молекула мне нравится Твои прогнозы Когда все закончится Без понятия Поскорей бы Хорошо бы Если бы закончилось Вчера А по хорошему Вообще блядь Не начиналось А мне нравится Кузин Здесь всем Кузин нравится Поэтому сидят Жень ты самых толковых Мужиков Который был Надове Мы с подругой От тебя балдеет Мы с подругой От тебя балдеет Ну правильно Слышишь Ты лучше с подругой Не мои эфиры смотри А по падежам Пройди заново С падежами У тебя немножко эти Такие Блядь проблемки Исправилась Молодец Видишь как быстро Обучение прошло Божья кара придет При частной войне Боже мой Блядь Женщина Вот я смотрю На вашу аватарку Но вы же уже взрослый человек Вы зачем такое пишете Скажите мне пожалуйста Вы Бога не боитесь? А? А? Про какую Божью кару Вы пишете? Скажите мне пожалуйста Вы не боитесь Что вот вам вернется Конкретно За ваши слова Так как я человек верующий И православный И молюсь постоянно То я Помолюсь за вас Чтоб у вас все было хорошо Потому что такие вещи Нельзя писать О таких вещах страшно думать А вы их пишете Женечка Как относишься к поступкам Рапунцеля С номером карты Для переблядь Твою мать Витокартеньене Витокартеньене Вот к проституткам Я отношусь очень хорошо Все мира в голове и сердце Вот сейчас И вот Сейчас Пругло Ты мне нравишься Правильно все Женщина все А что букварь Ну вы учите в алфавит Привет из Узбекистана Узбекистану Всему огромный привет Беларусь приветствует тоже Ну что у вас там Как у вас дела там Ваш чирик-чирик Нормально все у вас там Тува привет большой Женька Ну тебе же завидно Папа Драпунцель Да Почему нет Да Да Жень у тебя веснушки Такие озорные Да Привет из Московского Здорово Московский Московский это район В Москве Направление Киевское шоссе Ну если кто Я перевожу вам Кто не знает Буквально скурили Мы нормально Привет из Минс Здорово Минск Привет Жень В Крыму Нет не было Жень продолжай себе Жень продолжай себя в политике У тебя получится Привет Жень С Краснодарского края Весна у нас Да у нас весна У Сергея Лаврова Есть сеть супермаркетов В Америке Ты в курсе По поводу сети Сети маркетов У господина Лаврова У министра иностранных дел Нет не в курсе А вы откуда знаете А Вы на кассе там сидите Хватит уже собирать Блять Вот эти блять Блять Вершки И нести вот эту пропаганду Против наших Великих людей Лавров Великий человек Ребята Блять Радуйтесь Потому что Мы живем во времена Таких людей Как Путин и Лавров И Сергей Кужегетович Шойгу Радуйтесь Это потрясающие люди По поводу Володина Ничего не могу сказать Но он так Симпатичен мне Как вот Как человек Я на него смотрю Вроде в нем Нет какого-то Прямо такого отвращения На Мишустина Ну тоже такой вроде Интересный Очень здравомыслящий Кузнецова Проценко Все хорошие ребята Кузнецова Она женщина Поэтому не знаю На кассе Привет из Казахстана Интересный эфир у тебя Да задрались Рапунцей Срать Не надо Ну зачем Хорошая девочка Как можно Срать на тех Кому мы завидуем Ну что за глупости Ясу 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 Оппози Ясу Матвиенко 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 Да я ничего не могу сказать Про Матвиенко Слушайте Я первых Я никогда не видел Вот А всех Кого я перечислил Выше Я всех их видел И я говорю О том Что они Вот так Визуально Я на них смотрел Они такие Достаточно Такие Приятные люди Что там У кого есть Я же не в курсе Я знаю Одно Что Посади меня Куда-то В министерское Министерское кресло Но я тоже буду пытаться Зарабатывать деньги Чтобы у меня У моей семьи Мы жили в достатке Это глупости Говорить о том Что Там воруют Тут коррупция Тут какие-то схемы Тут какие-то махинации Любого посади Я думаю Что каждый будет пытаться Заработать Как можно больше денег Я разве не прав? Захарова потрясающая Да я тоже Захарова люблю Приезжай в Узбекистан С удовольствием Ритку смотрю Капец Митя на тебя похож Да Кабаева с Путиным Какой Володин Кабаева с Путиным Откуда вы-то знаете Вы роды принимали Я Вы что Вы сводница Вы кто Вы подруга Гузеевой Откуда вы все это знаете Еще одна Про сигареты Как твоя семья Хорошо Иди в политику Мы будем в твоей партии Спасибо Хорошо Калимер Калимера 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 Обязательно В салате огурец Ну какие-то спецагенты У нас в России В ресторан Вот как в ресторане Зайдешь Спецагент На спецагенте сидит И они все В Греции же На столах танцуют Поют Кричат Смеются Это Это Неимоверная Просто атмосфера Абсолютно Свободных Независимых Просто Красивых Уверенных в себе Добродушных людей Это греки Вот именно греки Которые вот В Афинах Это Это что-то Я Я под таким впечатлением Я до сих пор Вот я помню это И буду помнить всю жизнь Как я там был И как мне там было хорошо Как там встречают Ты Обожаю Грецию Дай бог Греции Отсоединиться От Евросоюза И опять стать Такой независимой Сильной Какая она была С неимоверным Сильнейшим портом С заводами Предприятиями Фабриками Дай бог А там да Громко Жень не матерись Извините пожалуйста Да 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 Анастасия Простите пожалуйста Не буду больше Жень я была в Греции На Крите Тоже Да вся Греция потрясающая Не важно что Вот У меня друзья Постоянно Гоняют На В Греции Этот Тусовочный остров Где геи все Собираются И лесбиянки Но они нормальные Многие не понимают Пока Срутся Друг с другом Россия Поможет всем Прозреть Вот в чем миссия Скоро убедитесь Сами И дружить еще будем Это все понятно На свадьбу Рустама Не пригласил Меня Руст Нет не пригласил Миконос Да Миконос Да 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 Вот они постоянно Туда гоняют Саша Вика ТГН Пишет Жириновский Сегодня умер Грустно Чем вчера занимал Да ничего Поел Покакал Дай спать лег Зачем ты сдал друзей Салют Как погодка Радует Да погода хорошая Привет Маргош Да погода сегодня Потрясающая Погода великолепная Видите Как про политику Перестаем разговаривать Сразу люди уходят Никому не интересно Понимаете Все же хотят Вот где-то Блин Пальчиком-то Как говорится Насадить На крючок На рынке чебуреки Кушаешь? Кушаю Кушаю Чебуреки Пирожки с картошкой Очень люблю Прическа У тебя огонь Не Поли реснички Амиронова Дочка Уже хочет к тебе Всегда Постоянно Каждую секунду Она хочет ко мне Некоторые люди Почему-то Вредничают Да Серьезно Бывает Реал Или челс Я не смотрю Футбол Мне плевать Вообще плевать У нас завтра Плюс 18 Сегодня прям зима Когда возьмут На наш Мариуполь Расскажи Какое любимое блюдо Готовил для тебя Рита И какое Саша А почему дочка Не рядом Ну скоро будет Скоро будет Сейчас она с мамой Дочка Скоро будет Вы замечательные Вы тоже Мне нравитесь Что там за шум На заднем плане Экскаваторы работают Это ладно А вот тут недавно Не сваи вбивали Вот таким вот Жень Ты поел вчера мороженое Да Точно Бля Мороженое Надо поесть Думаю Что-то так хочется Съесть Мороженое Надо съесть На ужин О Дядь Привет На ужин А что мы на ужин Мам вчера вареники сделала Главное не выпали В Крыму нет Не был я в Крыму В Крыму не был Когда Ты больше Кого ты больше любил Риту или Сашу Мам Свет Ну честно говоря Вот Наверное Из всего перечислено Больше всех Я люблю тебя Ну ты номер один Женечка Кем бы ты хотел стать Когда вырастешь Была такая Нет Вообще ни о чем не мечтал Ни депутатом Ни космонавтом Ни политиком Ни полицейским Ни милиционером Тогда еще Ни олигархом Ни депутатом Ни бандитом Нет Не был вообще об этом Ни спортсменом Жень Закрепи сообщение Про Жириновского Ага Смотрю на тебя Тоже пошла Почему Мить На лето К себе не берешь Ну потому что Лето Леночка Через два месяца А там посмотрим Хорошо Спасибо Спасибо Приезжай Какой пожелаешь Хорошо Спасибо огромное Я тебя тоже Женю Любожен Ну все Летом Очень хочу Забрать Митьку Дочку Чтоб они Хотя бы Месяц Митя Чтоб провел Здесь И Все будет Хорошо Умите Собака Родила Есть повод Сегодня Накатить Я тоже Смолю Три года И поражаюсь Юмору Харизму И умением Обходить Острые углы При высказываниях Я не знала Что он гей был Кто Кто Я Я не был геем И не буду И не являюсь Ты же Блин Ну забыл Я пахана увидел Поздоровался И забыл Что я за мороженым ходил Ну сейчас Посидим Потрындим Потом поем Про кого вы пишете Кто гей то Все хотела спросить А дочку вашу Как зовут Анжела Жириновский гей Ребят Человек Уже покинул этот свет Вы Все Про них Пишите Вещи неприятные Ну зачем вам это нужно Скажите пожалуйста Вам какая разница Кто гей Кто нарком Вот какая вам разница Скажите пожалуйста Я еще раз повторяю Человек в праве Быть тем Кем он хочет быть Вот как ему хорошо Вот хочет он наркотики употреблять Пусть он употребляет Хочет он с мужиками спать Пусть он спит с мужиками Главное Чтоб он не был токсичен Для тех Кто его окружает И не приносил вред Окружающим его людям Вам какая разница Чем человек занимается Ну Вы Очень странные какие-то Не знаю Как-то живете Знаете Как будто вы остались Вот там где-то 20-30 лет назад Вот там В Советском Союзе Блин Ну 30 лет назад Да Малому привет большой И Германии тоже Мои родители работают Оба И мама И папа Работают Ну они уже на пенсии Оба Но работают Всегда смотрю твои эфиры Как будто Друг болтает Видишь как Поэтому заканчивайте Вы Нашу куртку Прожу Ну правильно Как ее не прожечь Если я хожу Не курить Странно Было бы Если я не прожег Хочу вина белого На дне бокала Не во всех есть понимание Толерантность Ну Не поспоришь Жень Точень талантлива Серьезно Сосаться можно Это интересная информация Это интересная информация Это вы в чего взяли Не сейчас На вас подписалась Добро пожаловать в семью Чудо Двадцать лет назад Я не верю Ни твоим глазам Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Я в чудо Двадцать лет назад Нет Это Комната моего сына Комната моего сына Так талантливый Сейчас занят Не мешайте У тебя двое детей Да Двое детей У меня двое детей Покажи фотки Какие-нибудь школьные годы молодостью Да Кому они нужны Слушай Хватит тебе тоже придумать Что на тебе надо Так талантливый год 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 все давайте перезвонил ему перезайду потом спасибо огромное что были в эфире всех благ побежал